В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Расширение тарифного коридора и увеличение количества категорий по стажу и возрасту с 9 января вступили в силу изменения в ОСАГО. Малибин и божественные литургии в Саров приволковщик с частицей мощей Федора Ушакова. Один день из жизни инженера-конструктора во Дворце детского творчества прошла деловая игра проекта Профтренд. Далее расскажем обо всем подробно. Вступило в силу постановление Центробанка России о расширении тарифного коридора на ОСАГО на 20% вверх и вниз. Изменен диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц, а также уточнено разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий, вместо 4, которые действовали ранее. По оценкам Российского Союза автостраховщиков, в результате нововведения новых тарифов средняя цена страхового полиса может вырасти на 5%. В первый рабочий день 2019 года в России вступили в силу изменения масштабной трехэтапной реформы страхования автогражданской ответственности. Первые изменения, которые заметят автолюбители, коснутся базовой ставки полисов ОСАГО. С 9 января расширился тарифный коридор по ОСАГО, то есть теперь у страховщиков появилась возможность назначать базовый тариф в зависимости от ситуации в конкретном регионе. И он изменился на 20% как вверх, так и вниз. Это означает, что в теории минимальный порог базовой ставки в Нижегородской области может составить 2746 рублей против нынешних 3432 рублей. Другие немаловажные изменения затруднут коэффициент, возраст, стаж. Раньше он имел только 4 значения, то сейчас система стала более гибкой, она насчитывает 58 значений. То есть таким образом появилась возможность снизить стоимость полиса ОСАГО для более опытных возрастных водителей и увеличить ее для молодых и неопытных. Еще одним важным изменением первого этапа реформы автострахования станет упорядочивание коэффициента бонус-малус. Теперь у каждого автовладельца будет только один коэффициент, который будет присваиваться раз в год 1 апреля. И не будет меняться до конца марта следующего года. В ситуации, если у водителя будет обнаружено несколько коэффициентов, то ему будет присваиваться минимальный. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, СРОВ24. Водитель такси написал заявление в дежурную часть полиции, в котором сообщил, что его избила группа неизвестных. Произошло это после того, как мужчина довез компанию молодых людей до одного из магазинов в новом районе. В данный момент установятся листы, причастные к происшествию. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. И вновь мошенничество в сети. Сыровчанка заказала себе лыжные ботинки за 27 тысяч рублей через социальную сеть ВКонтакте. Внесла стопроцентную предоплату, однако товар ей так и не прислали. Страничка функционирует. Есть люди, которые заказывали через эту страницу товар и получили его. Но гражданин не отказывается вернуть денежные средства. Говорит, что пока обстоятельства не позволяют. В этом случае есть вероятность, что деньги вернутся хозяину и история закончится хэппи-эндом. А вот владелице участка садового общества «Красная звезда» повезло меньше. Женщина оставила без присмотра семь рулонов сетки рабицы. Чем и воспользовались злоумышленники. По всей видимости, проникли через забор. Ущерб составил около 15 тысяч рублей. Минувшие праздники сказались на статистике дорожной полиции. Сразу шесть водителей на прошлой неделе были задержаны за езду в нетрезвом виде. Некоторые из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А пассажиры, задержанные в новом районе иномарки, и вовсе оказали сопротивление сотрудникам ГИБДД. Стражам дорог даже пришлось вызвать подкрепление. На улице Курчата, напротив дом 31, была задержана автомашина ДОЖ под управлением водителя, который имел признак алкогольного пенения. По результатам исследования, алкогольное пенение было установлено. На него был составлен соответствующий протокол. Сейчас полицейские выясняют подробности происшествия. За сопротивление сотрудникам ГИБДД пассажиры понесут административное наказание. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. К Масленице в парке культуры и отдыха имени Зернова появится снежная крепость с ледяными горками для детей. К ее строительству приступили военнослужащие Саровской дивизии войск Национальной гвардии. Сейчас идут подготовительные работы, готовится площадка и устанавливаются деревянные каркасы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан проконсультирует по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 8 831 435 3167. На звонки будут отвечать специалисты Министерства здравоохранения Нижегородской области. В это воскресенье на лыжной базе пройдет Всемирный день снега. По традиции праздник станет одним из главных зимних событий нашего города. Саровчан приглашают попробовать свои силы в конкурсе снежных фигур. Познакомиться с такими экзотическими видами спорта, как санлистбол и бромбол. Также гостей праздника ждет лыжный забег в Кигуруме и многое другое. Всемирный день снега начнется на лыжной базе в 9 часов утра. Приглашаются все желающие. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва Атом Артем Мальцев стал бронзовым призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования прошли на минувших выходных в немецком Дрездене. На третью ступень педестала почета наш земляк поднялся вместе с другим российским лыжником Глебом Ретивых по итогам командного спринта. В наш город прибыл ковчег с частицей мощей святого праведного воина Федора Ушакова. Встречу святыни в храме во имя преподобного Серафима Саровского возглавил митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Правящий архиерей совершил в храме молебина и божественную литургию. Предположительно, ковчег с мощами будет находиться в нашем городе до 19 января. Для православных саровчан прибытие в наш город ковчега с частицей мощей святого праведного Феодора Ушакова – важное событие. Адмирал был великим флотоводцем и христианином. И вот такие люди, как адмирал Ушаков, являются ярчайшим примером верности, веры и любви к Богу и к Отечеству нашему. Именно на примере таких людей, как считают священнослужители, и нужно воспитывать подрастающее поколение, которое должно возрождать и укреплять традиции, заложенные нашими предками. И вот дайте Бог, чтобы каждому приходящему к святому праведному Феодору Ушакову, к его поклонению, Господь даровал те добродетели, те качества, которыми обладал и сам святой. Верою, надеждою, любовью и верностью своему Отечеству. Прославлением святого праведного Феодору Ушакова в нашем городе активно занимается общественная организация ветеранов военно-морского флота. 9 декабря 2007 года у нас в городе появилась первая иконописная икона Феодору Ушакова, которая была сделана на деньги как раз членов нашей общественной организации. И она находится до сих пор в фрайме Пантелеймена, и там есть как раз частичка мощей Феодору Ушакова. Ориентировочный ковчег с частицей мощей святого праведного воина Феодору Ушакова будет находиться в Сарове до 19 января. Затем святыню отвезут на место ее постоянного пребывания в Санаксарский монастырь. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Проект «Профтренд» реализуется в нашем городе с 2015 года. Новый формат деловой игры «Атлас профессий в НЕФ» уже опробовали учителя и заместители директоров. На этот раз прожить один день инженера-конструктора, занятого решением сверхважных задач, предстояло старшеклассникам. На очередной встрече в рамках городского проекта «Профтренд» побывала наша съемочная группа. Старшеклассникам предложили представить себе недалекое будущее – 2033 год. По легенде, ребята работают в секретном конструкторском бюро «Орбиталь», где разрабатывают межпланетный крейсер. Перед ними стоит задача спроектировать модуль, проверить чертеж на наличие возможных шпионских разработок, привести документацию в соответствии с требованиями единой конструкторской космодокументации и утвердить у главного конструктора. Мы намеренно погрузили ребят в ситуацию достаточно затруднительную. Некоторые из них первый раз увидели чертежи. И все-таки я надеюсь, что они успешно пройдут все задания. И у них отложится очень хорошая история успеха. Может быть, те, кто способны к этой профессии, действительно ее в последующем выберут и построят свою карьеру в нашем федеральном российском ядерном центре. Сегодня инженер-конструктор – одна из самых востребованных профессий на рынке труда. Как правило, конструкторские специальности есть во всех ведущих технических вузах. Однако во многих школах такой предмет, как черчение, отсутствует. И участие в атласе профессии станет для ребят важным и полезным опытом. Человек, который, наверное, когда-нибудь надеется связать свою жизнь с техническими профессиями, должен иметь все-таки какое-то некоторое представление о железках вообще. И если вот сейчас ему это не нравится, то, наверное, ему надо подумать о другой профессии. Артем Белавин в прошлом году уже принимал участие в проекте. И в этот раз, как признается молодой человек, было не менее сложно и интересно. Из того, что я узнал, это то, как строится день инженера. Раньше в представлениях это было просто то, что человек приходит на работу и работает. А сейчас нам рассказали про то, как все происходит более подробно и как это все еще интереснее, насыщеннее. Главная задача, которая стоит перед организаторами проекта – это профориентация старшеклассников. Поступая в институты, молодые люди часто не представляют, чем будут заниматься на работе. Благодаря участию в атласе профессий, школьники начинают более осознанно подходить к выбору профессионального пути. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Подведены итоги фестиваля рождественских вертипов «Ясельки». Он проходил в двух номинациях. Саровчане создавали рождественские композиции из фигур, а также готовили представления о событиях Рождества в формате кукольного, драматического, музыкального театра или анимации. На фестивале было представлено несколько десятков творческих работ, выполненных в различных техниках. Создавая свой рождественский вертип, семья Бобковых постаралась сделать свою поделку, яркой, солнечной и по-настоящему волшебной, и соблюсти при этом таинство Рождества. По словам Александры, она только помогала дочери Мирославе. Главная роль в создании вертипа была, конечно, у девочки. Это возрождение старых традиций. Мы хотели в этом поучаствовать обязательно, чтобы наше новое поколение молодое знало, что это такое, почему Рождество, откуда оно, с чем-то связано, как. На фестиваль прислали несколько десятков творческих работ, при создании которых использовали самые разные материалы – ткань, бумага, картон, дерево, пластик. Всех участников отметили специальными призами и дипломами. Продолжился фестиваль домашних вертипов «Ясельки» показом творческих постановок на тему Рождества. Первыми на сцену поднялись Елена и Дмитрий Парфеновы. Внимательней всего за их выступлением следили дети на первом ряду. Это самые строгие, мне кажется, зрители, потому что нужно сделать так, чтобы они поняли. И рассказываем же о серьезных вещах, а детки бывают разного возраста. И вот донести до них какую-то информацию, вот для меня это было очень сложно. Поэтому у нас в постановке мы и обыграли, что животные рассказывают, как бы человеческим голосом рассказывают эту святую историю. Елена со своим сыном впервые приняли участие в этом фестивале. По словам женщины, они сильно волновались, но организаторы в нужный момент помогли выбрать форму выступления, проконсультировать и поддержать советом. На консультации с организаторами фестиваля мы проговорили, какие вообще возможны варианты исполнения. И мне рассказали о прошлогоднем вертепе, когда все действие происходило на елке. Идея оказалась удачной, на ней семья Порфеновых и остановилась. Зрители провожали артистов бурными аплодисментами. Своим выступлением они смогли создать праздничное настроение в зале. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Воспитанники Дворца детского творчества выступили на первенстве Нижегородской области по русским шашкам среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения. В результате упорной борьбы саровчане стали обладателями золотых и серебряных медалей. Нашим шашистам не было равных в молниеносных и быстрых программах. Михаил Ковалев и Максим Костюков – давние соперники. Вот уже несколько лет они борются за титул лучшего шашиста города и региона. На первенстве Нижегородской области спортивная удача улыбнулась Максиму. Саровчанин стал обладателем титула чемпиона. Мы всегда тренируемся и все время сталкиваемся. И у нас то ничья, то я выиграю, то он выиграет. После окончания турнира по классическим шашкам участники вступили в борьбу за чемпионство в быстрых программах. Саровчанам не было равных в этой дисциплине. Михаил Ковалев привез домой сразу две золотые медали. Было сложно вблизиться, потому что это было почти в один день. То есть после того, как долго думаешь, надо быстро играть. Это сложно приключиться так. Когда мозг думает, руки должны делать, потому что у тебя время иначе кончится. Ты проиграешь. Еще одна воспитанница Дворца детского творчества Татьяна Пешихонова в турнире девочек по быстрым шашкам завоевала второе место. Татьяна неоднократно становилась чемпионкой нижегородских соревнований. В этом году для победы ей не хватило нескольких минут. Я в начале больше времени тратила, чем в конце. А потом в конце, когда там надо было делать мячу, я не успела. И упал флаг, и поэтому мне зачитали поражение. Ну, и не хватало времени, где-то ошибалась. Побороться за призовое место на турнир приехали ребята со всей области. На этих соревнованиях проходит отбор на первенство страны. Подопечные Олега Васенькина в этом году уже обеспечили себе путевку на всероссийские соревнования. Для нас это очень большой успех. Но мы, в принципе, к этим успехам уже привыкли. Мы всегда на первенстве Нижегородской области в последнее время находимся в лидерах. В конце января на первенство Нижегородской области отправятся младшие подопечные Олега Васенькина. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!